Следующая возможность npm, которую мы с вами рассмотрим, это глобальные модули. Любой модуль можно поставить глобально, если добавить в клаг "-g". npm-g install express. Как видим, у меня не получилось, потому что глобально означает в системную директорию. Если операционная система поддерживает ограничение доступа, то, как правило, от обычного юзера в системную директорию я писать не имею права. Для этого в данном случае у меня Mac, я сделаю запуск через команду sudo. Если у вас Windows, скорее всего у вас и так все работает, там директория глобальных модулей почему-то находится внутри каталога юзера. Итак, вот оно ставится, качается. Чем глобальная установка отличается от обычной? В первую очередь это место. Глобальные модули ставятся в стандартную системную директорию. Второе отличие это то, что те бинарники, которые есть в свойстве bin package.json, будут поставлены по системному пути. Это означает, что бинарник экспресс я теперь могу вызвать просто вот так. Любые дальнейшие операции с глобальными модулями осуществляются так же, как с обычными, но с лагом "-g". npm-g update express. Или просто npm-g update, чтобы все модули апдейтнули глобальные, которые только стоят. Или npm-g remove express. Удалить экспресс. Зачем вообще нужны глобальные модули? Перед тем, как об этом говорить, развеем частое заблуждение, связанное со словом глобальный. Глобальный обычно означает доступный на уровне системы, доступный всем. Глобальная переменная это так, к которым можно обратиться откуда угодно. Но в данном случае слово глобальный используется по историческим причинам. Когда-то так и было. Но сейчас, если модуль поставлен глобально, то это не означает, что он автоматически становится доступен всем. То есть, несмотря на то, что я поставил экспресс глобально, если я где-нибудь сделаю require express, то оно модуля не найдет. Глобальный в данном случае означает скорее системный. И основное применение глобальной установки модуля, это сделать доступным бинарник по системному пути. Например, есть ряд утилит, который написан на Node.js. Скажем, есть утилита Aglify.js, которая умеет сжимать JavaScript файлы. Эту утилиту я могу поставить глобально. Опять не хватило доступа. И когда она будет стать глобально, то я получу Aglify.js по системному пути, который смогу вызывать. Aglify. И вперед. Таким образом, если обобщить, глобальные модули, это модули, которые используются для системных нужд. Как правило, это различные утилиты. Глобальный модуль не становится автоматически доступен везде. Можно его, как говорят, прилинковать к приложению с использованием команды npm-link, если хотите посмотреть и help, но это не рекомендуется.